Ребят, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова Катя. Сегодня я хочу с вами поговорить о трендах в макияже на осень 2018 года. Я знаю, что эта тема достаточно актуальна и что вы любите такие видео. Посмотрела предварительно, все разузнала, все сайты пролистала, журналы почитала. Собрала для вас самую ценную и важную информацию, надеюсь, что вам понравится, плюс подготовила для вас пару образов, которые максимально, на мой взгляд, применимы в обычной жизни, да, потому что нужно разделять все-таки подиумный макияж и макияж, который можно адаптировать для жизни. Вот, надеюсь, что вам понравится и приятного просмотра. В целом я для себя выделила 8 основных трендов, потому что некоторые из трендов повторяются, естественно, из года в год, но то, что мне понравилось наиболее всего, об этом я вам сейчас как раз-таки расскажу. И первый трендовый макияж, на мой взгляд, это нюдовый макияж, потому что он уже давным-давно, знаете, так поддерживает в топ-чарт точно пятерки, наверное, того, как нужно краситься, как правильно краситься. Из года в год мы видим нюдовый макияж на моделях на разных показах. И нюдовый макияж, на мой взгляд, наиболее удобоварим в обычной жизни. Чем отличается нюдовый макияж в этом году? Он сделан практически весь с едиными оттенками. То есть это не совсем, конечно, белый лист, как было где-то, наверное, три года назад на разных показах, а сейчас добавлено чуть больше красок, но обычно они разделяются на розовые либо коричневые. От коричневых я стараюсь сейчас более-менее уйти. Мой фаворит просто это, грубо говоря, макияж одним продуктом. Я этот макияж повторила специально на камеру. Я взяла просто тональную основу, нанесла ее на лицо, консилер тоже нанесла в зону под глазами. Аккуратно оформила брови, после этого нанесла на скуловую зону немного хайлайтера для того, чтобы слегка придать объем лицу. И самое главное в этом макияже это румяна, потому что как раз-таки румянами вы будете делать все акценты на лице. Румяна пойдут на щечки, румяна пойдут на губы. И самое удивительное, наверное, для многих, но румяна пойдут на область наших век. То есть румянами я просто взяла и выделила складку века. Я, конечно, советую использовать румяна кремовых текстур, потому что с ними элементарно проще работать. В разы проще. Я вам честно признаюсь, самое главное в большинстве случаев, что они не оставляют пятна. То есть если с сухими текстурами есть вариант того, что у вас румяна будут супер пигментированные, и вы наставите элементарно себе пятен на лице, с кремами румянами такая вероятность ходит практически к нулю. Поэтому кремовые румяна, их очень легко потом наносить на губы, их очень легко наносить на щеки, на наши веки. Кстати, скульптурирование на данный момент уходит практически в небытие, в прошлое. То есть сейчас бронзером практически особо никто не пользуется. Поэтому остается в основном выделять в плаву область только хайлайтером. И честно говоря, это мой самый любимый осенний макияж, потому что вам нужно по факту использовать один продукт. Если вы хотите добавить еще чуть больше акцентов, вы берете тот же самый хайлайтер, который вы использовали на скуловую область, он у меня просто тоже кремовый, и наносите его на все подвижное веко. И тогда получается максимально красивый, естественный макияж, который именно подчеркивает ваши черты лица в выгодном свете. Могу вам серьезно признаться, этот макияж нравится мужчинам. Потому что большинство трендовых макияжей не нравятся мужчинам, так как они либо слишком яркие, либо слишком для них непонятные. А этот макияж, он действительно делает, знаете, такой очень натуральный вид, очень естественный вид. В общем, то, как будто вы недавно проснулись, умылись свежей родниковой водой, съели какую-то, не знаю, вкусную булочку и пошли гулять по Альпам. Если уже мы заговорили про румяна, то второй, на мой взгляд, тренд это свежие щечки. То есть, когда вы практически в каждом макияже выделяете свои щечки, создаете им такой супер свежий вид, как будто вы только что вернулись не просто с мороза, а как будто вы действительно взяли снежок и чуть-чуть похлопали себя по щечкам для того, чтобы щечки были такие розовые-розовые, прям румяные, налитые. Я не знаю, с чем это связано, потому что, на мой взгляд, предпосылок особо к данному тренду не было, потому что этот тренд там, ну, насколько я помню, использовался лет, ну, года 4 точно назад уже. Но на данный момент он вернулся, поэтому достаем все обратно свои розовые румяна, достаем свои ручки, начинаем, если вдруг нам хочется выглядеть супер симпатично, берем немножечко себя, пощипываем, чуть-чуть, ключевое слово, чуть-чуть. Нам не нужен купероз, не нужно травмировать свою кожу, но если вдруг у вас рядом нет румян, и если вдруг вы хотите выглядеть в тренде, и самое главное, чтобы на вас обращали внимание, потому что щечки это вообще самое главное, мне кажется, украшение у женщин, но помимо глаз, как бы, губы, все остальное, ну, в общем, щечки тоже играют свою прекрасную роль. Выделяем свои щечки и нравимся тоже всем окружающим. Прежде чем поговорить про следующий тренд, давайте поговорим о цветах, которые супер модные в этом сезоне. Это в основном розовый, фиолетовый, который объявлен цветом данного сезона. Желтый, оранжевый, ну, в целом более-менее все. Можно, конечно, сюда приплести салатовый, но, на мой взгляд, именно такой ультрафиолетовый, да, между желтым и между салатовым, наверное, даже такой цвет. Но, на мой взгляд, в обычной жизни его практически невозможно использовать, так как он слишком специфичный, и на подиуме это смотрится классно, на фэшн-съемках он смотрится классно, он смотрится очень ярко, как пятно, к которому притягивается взгляд, и который... Это цвет, который задает обычно настроение всей съемки, но в жизни все-таки салатовый вот этот вот ультрафиолетовый цвет, он, на мой взгляд, не очень хорошо смотрится на людях. После того, как мы поговорили про цвета, хочу вам рассказать про главный тренд этой осени, это красные губы. Я не буду рассказывать вам про текстуры, потому что каждый выбирает себе ту текстуру, которая ему больше по душе, потому что мы на подиумах в этом году видели как и глянцевые текстуры, точно так же и полуглянцевые, да, когда помада, она слегка искрится на губах, так как то, что вам нравится, что вам больше всего подходит, но самое главное, с чем вам комфортно, то вы и вправе совершенно спокойно носите. Поэтому в помадах исключительно играет цвет, самое главное в этом сезоне найти свой идеальный красный, потому что на данный момент красные губы, при этом нюдовые глаза, ну, именно полностью нюдовый макияж, они просто завоевали практически все обложки и все рекомендации по тому, как правильно делать макияж, какие тренды с 2018 года осенью. Мой вам дружеский совет, не перегружайте свой макияж, не нужно даже делать стрелки и красные губы, на данный момент мода сошла к тому, что красные губы вы можете носить даже на работу, даже с самого-самого утра, тем самым компенсировав просто то, что вы практически убираете макияж со всего лица, то есть вы оставляете исключительно тон, красите ресницы, оформляете свои брови, ну, потому что мне кажется, что без оформления бровей большинство женщин выглядит слегка серо. Я, кстати, повторила точно такой же макияж, нанесла просто тон на лицо, использовала консилер, немного оформила свои брови, но самое главное, что я сделала, я просто использовала красную помаду, и на мой взгляд, образ получился такой, его как бы можно и в фиры в мир, и в добрые люди, как у нас принято говорить, то есть вы можете его использовать и на работу, в то же время можно, мне кажется, пойти легко с друзьями вечером куда-то посидеть, потому что красные губы, это всегда актуально, это всегда к месту, это всегда круто, особенно если у вас правильно подобрана красная помада. Это не всегда легко в плане в том, чтобы их накрасить, но если использовать карандаш, и самое главное, если использовать при этом еще базу под губную помаду, которая сгладит абсолютно все шелушения, уберет их с ваших губок, таким образом красная помада будет лежать на ваших губах просто идеально. Сейчас в самом тренде кислотные оттенки, все, что касается, не знаю, там розовых, салатовых, каких-то неоново-голубых, не могу вам их рекомендовать, потому что да, это является трендом, да, вы можете использовать, например, моно-тени на все веко, то есть если у вас есть одни супер-розовые, кислотно-розовые даже тени, вы наносите их полностью на все веко, но, на мой взгляд, в макияжах на каждый день это немножечко неприменимо. Поэтому я хочу с вами поговорить о следующем тренде, это пастельные оттенки. Сейчас в моде помимо того, что кислотные оттенки, да, которыми делают разные акценты на глазах, допустим, какие-то штрихи в качестве подводки, либо ресницы, можно даже где-то использовать какие-то штрихи на губах в качестве контура. Слава богу, кстати, в этом году тренд у нас практически разный, если можно таким образом выразиться, потому что сейчас в моде еще и пастельные оттенки. И пастельные оттенки стоит наносить тоже полностью на все веко одну тень. Не стоит заниматься никакими растушевками, никакими суперпереходами. Вообще, кстати, это все практически ушло назад. Даже смоки-айсы, о которых мы чуть позже поговорим, сейчас принято делать супернебрежными. Один из самых актуальных трендов на данный момент, помимо красных губ, это еще и смоки. Не нужно их как раз-таки вместе соединять. Я помню один момент был тренд, когда были моды и красные губы, и женщины ходили, знаете, в таком стиле вамп, в постоянном боевом раскрасе. Сейчас нужно выбирать либо то, либо то, потому что, когда вы делаете красные губы, принято, чтобы у вас были не накрашены глаза. Если вы делаете смоки, принято, чтобы у вас были практически прозрачные губы. Но в том плане, что, допустим, какая-то светлая помада, которая абсолютно отвлекает внимание от губ. В самом тренде небрежные смоки, которые вы делаете на скорую руку, может быть, вы делаете их даже пальчиками, если у вас нет рядом доступной кисточки. Но самое главное в них еще это графичность. То есть, в идеале, если вы сделаете, к примеру, смоки айс, и на серединку нанесете единый ровный, такой достаточно толстый линии на подвижное веко, акцент, который будет привлекать внимание, который будет визуально делать веко объемным. Что удивительно, кстати, смоки айс, которые, допустим, коричневые, ушли практически на задний план. Сейчас самые актуальные это обычные серые смоки и черные смоки. Также, я думаю, что можно делать фиолетовый смоки айс, но с фиолетовым оттенком нужно очень аккуратно работать, потому что в большинстве случаев фиолетовый оттенок на глазах делает глаза более такими болезненными и воспаленными. Слава богу, осенние оттенки до сих пор актуальны, то есть золотистые цвета, какие-нибудь оранжевые, рыжие, коричневые цвета все равно до сих пор находятся в тренде, вы все равно можете их совершенно спокойно использовать в своем ежедневном макияже, либо в вечернем. Нужно просто грамотно все комбинировать, вы можете использовать это как и полностью макияж делать, допустим, в рыжих оттенках, точно так же израстать какие-то акценты, но самое главное не делать коричневые смоки. И если так можно выразиться, хедлайнером данного сезона являются стрелки, то есть супер ожидаемым, не знаю, там, гостем, да, таким гвоздем данных трендах, потому что на данный момент стрелки, это прям вообще, это прям вот топ. Это прям номер один, потому что вы можете делать как графичные стрелки, которые сейчас находятся, которые сейчас как раз-таки на пике моды, вы можете делать какие-нибудь неоновые стрелки, вы можете делать обычные черные стрелки, которые стремятся, как, не знаю, там, к вашей брови, вы можете делать со стрелками вообще все, что угодно. Вы можете, кстати, сделать стрелки из страз, так как стразы и блестки в этом сезоне тоже очень актуальны, поэтому все в ваших руках. На данный момент, кстати, супер модные стрелки металлик, то есть, знаете, такие стального цвета. Главное найти правильный карандаш, либо правильную подводку. Я, допустим, делала похожий макияж именно со стрелками металлик, но единственное, как вы должны прекрасно понимать, что когда вы делаете стрелки металлик, ну, цвета металлик, то у вас немножечко выцветают, скажем так, глаза, и вам нужно обязательно прокрасить верхнее веко черным карандашом, точнее, верхнюю слизистую для того, чтобы ваши глазки были более распахнуты. Вы уже поняли, мода сейчас нацелена на, в основном, разнообразие, на какие-то яркие акценты, и не бойтесь их расставлять, потому что зачастую то, что мы боимся сделать, потом, оказывается, выглядит на нас очень-очень круто. Если вы за такие видео, обязательно ставьте пальчик вверх, и тогда поговорим с вами про зиму 2019 года. А я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что вам все понравилось. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok